Сейчас у меня есть шанс быть первым человеком, который скажет на британском телевидении слово «фак». Я в камеру смотрю. Не стыдно. Я эту машину назвал «Жопик». Жопик? Жопик. Господи, я так своего кота называю. Вас что-нибудь пугает здесь, в российской действительности? Милиция во всех странах меня пугает. Обнаружили, конечно, здесь у меня стопка денег. Наркоман. Я еще бухой. Серьезно? Сюда заходили в этот магазин, все еще здесь. Пивасика купить. Пивасика. Пивас в магазин. Прекрасно. Вы же могли уехать обратно. А мог ли я? Всем привет. Вы на канале «Растрига ДОК». Это подкаст «Кто? Куда? Об эмиграции?» Меня зовут Даша Кнорре. Я Ольга Данилевич. мы сегодня в непривычном месте. Мы приехали в Петербург. Твой город, в общем. Приехали сюда для того, чтобы записать интервью с британским бизнесменом Уильямом. Здрасьте, Уильям. — Здрасьте. — Главный ваш и основной, в общем, бизнес — это про переводы. Компания, которая занимается переводами, в том числе кинематографическими, скажем так, если общим названием, да? Можете рассказать немножко вообще, как это все начиналось? — Был бизнес до этого, был журнал. К нам обращались постоянно за обучение английского языка и переводы. Поскольку у нас был журнал, мы постоянно отказались. Сказали, нет у нас журнала. Покупайте у нас рекламу. Сказали, нет, спасибо. Покупайте у нас журналы. Нет, спасибо. И в итоге, когда журнал начал распадать. — Распадаться. — Распадаться. — Наверное, здесь разваливаться. — Разваливаться. — Хереть. — Мы нашли принимать заказы на перевод. Все-таки навык хорошего текста на английском языке из-за журнала был. Решили, давайте попробуем с переводами. Поняли, что это гораздо менее затратно, чем журнал прибыльнее. Ну и также интересно. Поэтому где-то в седьмом-восьмом году начали принимать заказы. Потом в девятом году, когда журнал — все, мы открыли бизнес. Переводческая компания «Экляктик Транзляшнс». Кино к нам пришел сам где-то в десятом году. К нам обратились, спросили, знаете ли вы, как делать субтитры. — Сейчас важно просто я попросить маленькую ремарку сделать, что это всегда русские фильмы, которые вы переводите для Запада. — Да, да, да. — И первый фильм, который вы переводили? — Ну, я, конечно, сейчас не вспомню совершенно конкретно, но из первых трех был Елена Андрея Дягинцева. Может быть, это был первый, а может, там, второй, третий. Еще было экспериментальное кино «Я тебя люблю», очень экспериментальное, от Паши Костомарова и Саши Расторгуева. Костомару сейчас снимает очень интересные сериалы режиссера. Вот. Так что, да, сразу мы, как говорится на английском, «in the deep end», то есть по-серьезному пришлось заниматься. Нет, мы не знали, как делать субтитры. Мы, конечно, немножко наврали. — Вот, да, и тут возникает вопрос, все-таки перевод каких-то текстов — это одно? — Одно дело, да. — Перевод кино — это вообще такие трудности перевода, мне кажется. — Да. Здесь играет фактор то, что мы умели уже, имели хорошо делать переводы на английский. — Это важно. — А второй фактор — имели хорошо учиться. И, соответственно, когда к нам обратились, слава богу, было, не нужно было фильм завтра, было время, был срок. И мы изучали вопрос, какие лучшие мировые практики, кто, как считает, надо делать там то-сё. Конечно, если сейчас пересмотреть наши субтитры первых наших фильмов, можно было бы получше делать, это естественно. Но по-любому мы делали лучше, чем в основном тогда было. Вот эти два окна, еще один с той стороны — это был, где у нас была переводческая компания, первый наш офис. Здесь за углом Думская. Естественно, когда мы здесь взяли, ну, аренда была очень дешевая, когда мы здесь взяли, была такая мысль, что, может, мы потеряемся в клубах. Но нет, мы так работали, что не было времени на это. Сюда заходили в этот магаз, он все еще здесь. Пивасика купить, потом дальше работать. Пивасика! Пивасик! Пивасик! Прекрасно! Долго мы тут были, но потом, ой, когда это было? В 14-15 году, что ли, цены начали расти, хоть и кризис. И мы сказали, нет, не будем платить, не помню, сколько хотели, но примерно два раза больше хотели за аренду. И куда переехали в итоге? На Ваську. Сейчас вот на самом деле в лучших традициях во всех, когда открывается дверь этого потрясающего магазина, просто обдает перегарящим вот этим. Да, вы не чувствуете? Я чувствую только запах. Я чувствую запах каждый раз, когда открывается дверь в магазин. Я чувствую, что, в общем, хорошо вам тут было чувствуется. Пойдемте, да. Для такой стартап это было идеальное место. Слушайте, всегда было интересно, что важнее, быть близким к тексту, вот тому русскому тексту при переводе, или важнее донести, как бы, чтобы было условно, если это драматический момент, более драматично там на английском, либо, если это смешной момент, более смешно на английском. Вот что важнее, если нужно взвешивать? А в субтитрах, и особенно в тех, которые мы делаем, почти, ну, большинство из того, что мы делаем, это для фестивалей и конкурсов. Соответственно, у зрителя, у жюри есть один шанс смотреть этот фильм с нашими субтитрами. Если ты сидишь дома и смотришь на стриминг, то ты можешь, конечно, мотать назад, не пропустил, еще раз посмотреть фильм. А тут нет такого шанса. Поэтому надо учитывать то, что смотрят один раз и все. И жюри должны свое решение делать на этот один раз. И тем более смотрят не всегда носители английского. То есть француз может смотреть субтитры на английском русского фильма, а русский фильм с английскими субтитрами. И, соответственно, здесь нужно иметь некоторые принципы. У нас их четыре основные принципы для наших субтитровщиков. Один из них — это first ensure comprehension. Yours and theirs. То есть в первую очередь убедись, что и ты понял, о чем речь. И что зритель понимает, что ты пишешь. Потому что у него один шанс. У него две секунды на субтитр понять, что происходит. — Часто приходится переводить русский мат? Или русское кино настолько вычищено от этого? — Нет, нет, нифига не вычищено. Каждый второй фильм обогашен как раз наоборот матом. Так что да, часто есть. — Как вы решаете этот вопрос? — Очень просто. В русском мате также в английском есть разные уровни. Есть эвфемизмы. Блин, это еда. Это совершенно не связано ни с каким-то матом. Но это похоже на одно слово. Также на английском есть слово sugar — сахар. Но мы это можем сказать вместо слова shed, например. То есть есть уровень эвфемизм, есть религиозные эвфемизмы, есть слабые, менее грубые слова. Например, если опять же shed взять, есть crap. Crap — это одно и то же, но где один — это говно, другое — это срач, например. То есть есть у нас примерно одинаковые уровни мата, есть просто эквивалентность. Конечно, то, что называете трехэтажный мат, он бывает очень колоритным. Но также на английском есть. Стоит только заходить на Urban Dictionary, и там столько всего. Есть разные виды кинопродукции. То, что идет... Не то, что он создан для Канны, создан для Оскара или что-то, но то, что авторское кино, прямо авторское, там матерятся, как на улице матерятся, как слесари, как моряки. Это естественно, это используется в языке. Странно делать вид, что его нет. Мы его переводим так, как у меня есть. Естественно, мы буквально не переводим, потому что бессмысленно. Вот то, что вам привычно сказать, на английском переводить никак. Но у нас есть свой эквивалент, который мы можем регулировать уровень грубости. Если не про кино и не про телек, а вообще про жизнь, англичане часто используют очень грубый мат, потому что в русском мате есть, ну, прям совсем грязные словечки. Но мы, в общем, часто ими не гнушаемся. То есть, ну, это, в принципе, уже такое расхожее. — Везде, везде есть люди, которые разговаривают матом. Ну, просто есть, да, каждое второе-третье слово. И здесь, и там. Если ты, как наш любимый собеседник Дима Гоблин говорит, если ты тюремник, то ты, конечно, должен уметь в этом разбираться. Знать, кому что можно сказать, потому что одному это будет уважение, второму это будет прямо... — Ну да. — Вы ругаетесь, когда ругаетесь, на русском или на британском английском мате? — Зависит от того, что первое приходит в голову. — Так я вот как раз про то, что вам приходит в голову первым. — Это не зависит от языка. — Зависит от ситуации. — Да, что... Я не то, что я думаю, а сейчас матерюсь. — Нет, нет, вот вы, не знаю, упало там что-то вам на ногу. — Вы скорее проматеритесь на русском или на английском? — Сейчас, возможно, скорее на русском. — Все в России, кто знает там хоть сколько-нибудь английского языка, все думают, и я в том числе долгое время так думала, что есть одно слово матерное, которое там используется налево-направо, и оно не настолько грубое теперь уже, слово «фак», не настолько грубо, его больше и как бы изменить нечем, кажется нам, многим. — Развенчайте этот миф. — Да, очень многие используют «фак» и его разные видности, но это не единственное далеко. Есть, наверное, топ-3 «Шейб фахен Кант». Кант стал... — Уже не таким уж и грубым, как... — Ну, это был самый-самый-самый последний, который, ну, уже 10 лет минимум, как он чаще используется. — Я тут недавно в каком-то фильме услышала Канта и очень удивилась, потому что... — Ну, это уже не первое. — Слышали, наверное, про Монти Пайсон, группу комиков, да? — Один из них умер, по-моему, в 84-м году, Грэйм Чапман, великолепный актер и все остальное. — И его похороны показывали на Би-Би-Си. — Насколько я понял, лайв. — И там выступал Джон Клиз. — И, по-моему, с того момента изменилось отношение к мату в телевидении. — Что произошло? — Ну, в одном из их фильмов, в конце 70-х, этот Грэйм Чапман использовал слово «shit». И для нас тогда это было что-то, но это было в фильме. И стоит Джон Клиз очень смешно, то есть он реально истебался над Чапманом, ну, у них такие хорошие отношения. — У нас вообще не особо принято, честно говоря, на похоронах. — Да, у нас нет… — Как-то веселые истории рассказывали. — А вообще, это правда ведь английская традиция — говорить речь на похоронах. Причем она должна быть максимально стебной, максимально смешной. — Не все его понимают. — Да, знаменитый черный английский юмор. — Вот. Это можно сейчас смотреть на YouTube, как он выступает. И там очень много интересного говорит, надо немножко быть в курсе, но к концу он говорит, что вот Чапман был очень горд тем, что он первый на британском телевидении сказал слово «shit». Ну, молодец, Джон. Грэйм, молодец, я очень рад за тебя. Но сейчас у меня есть шанс быть первым человеком, который скажет на британском телевидении слово «fuck». — Я хочу, чтобы ты будешь первым человеком на британском телевидении сказать «fuck». — Ты сидишь что-то в похороне и там он просто… — И прямая трансляция. — Да. — Про российское кино немножко поговорить. Вы очень много переводите, наверное, много смотрите, знаете российских режиссеров. Вы вообще воспринимаете российское кино как кино? И оно вам нравится? — Да. — Да? Серьезно? — Да. Столько сейчас происходит, столько снимается, столько нового, столько оригинального и в сериалах, и в большой кино, и в шортах. В общем, все. Что это реально происходит что-то новое, что-то другое. Это новая волна, новая золотая. И об этом надо знать. И вы должны болеть за это. Чтобы кино было хорошее, мне обязательно, чтобы он тебе понравился. — Согласна. — Есть такое большое заблуждение, что вот если мне не понравился фильм, значит он плохой. Нет. Мы уже перевели три или четыре фильмы Андрея Законцева, например. Русские его любят ругать, что он показывает Россию в плохом свете, ля-ля-ля. — Не все русские любят его ругать. — Многие любят. Не все, но многие. Его фильмы мощные очень, достаточно медленные, заставляют чувствовать очень-очень неловкие чувства. Ну это просто к примеру. Я не могу сказать, что я сижу и наслаждаюсь. Но я помню эти картины. Я помню эти моменты, когда актер делал что-то, может быть, дикое, что-то бесчеловечное, но очень-очень правдивое. Это великое кино, что остается в памяти спустя столько лет. Но не только Андрей, конечно. Имели большую честь переводить две фильмы от Кирилла Серебренкова, которые «Лето» про Цоя и только что «Петровый в гриппе». Это настолько необычные фильмы. Визуально он всякое делает. Пишет слова на экране, которые двигаются, разные цвета. «Черно-белые» или «Цветные». Это реальная работа искусства. Это не просто фильм какой-то. Он создает что-то новое, что-то другое. — Слушайте, а у вас нет такого ощущения, что для вас это новое, потому что вы сейчас очень сильно в контексте русского кино? И, может быть, вы не так много смотрите того самого другого, голливудского? — Поскольку это моя работа, и я трачу достаточно много времени у экрана, я, конечно, не особо смотрю кучу другого. Ну, я смотрю все-таки. Я смотрю там «Голливуды» или «Британские». — Вы говорите, что нам нужно топить за это. Мы, конечно, разумеется, топим. Но вас не удивляет в России то, что у нас не принято в последнее время поддерживать вот таких режиссеров, о которых вы упомянули? — Меня удивляет. — Да. Скорее выделяются дикие бюджеты на откровенную клюкву, которую вы вряд ли будете переводить, я так думаю. — Мы и всякого перевели. — А есть то, за что стыдно? Ну, в смысле, не за перевод стыдно, а просто стыдно, что вы как бы поработали с вот этими ребятами? — Нет, нет. Прямо стыдно, нет. Есть фильмы, которые… — В глаза не смотрите. — Я в камеру смотрел. Не стыдно. — Нет, не было такого. Обычно для них дорого. — А, это хорошо. — Но… Ну, есть фильмы, которые, да, которые не нравятся и которые… — Плохие откровенно, мы за вас скажем. — Ну, для других может быть хорошие. — Эти вот толерантные тоже еще очередные. — Да-да-да. — Мы, слава богу, сейчас в таком положении, что если вдруг можем отказаться. — Уильям, куда мы идем? — Мы идем… Мы здесь около метро Чернышевская. И мы идем в поисках какой-то такой подпольной школы. — Почему подпольной? — Ну, она почти что… буквально. Это какая-то совершенно, ну, частная школа. То есть не то, что школа номер 130 там с лишним. — Ага. — Наш преподаватель русского языка в школе как-то познакомился с кем-то здесь, которые сказали, давайте мы реализуем школу, вы своих там 6 детей отправьте нам в марте, что где-то там 95-го года, наверное. — Вам было 14, да? — Да, это был уже второй раз, как я приехал, то есть уже 15 или 16. 15, наверное. И мы где-то здесь, в каком-то из дворов, то есть из арок, там была дверь синяя. Надо было стучать по три раза что-нибудь. — Не до конца уверена, что синюю дверь мы найдем. Возможно, ее перекрасили? — Скорее всего, перекрасили. Здесь, как вы видите, все уже очень красиво. Это была весна, естественно. Мы не знаем таких снегов, таких льдов, как здесь. То есть мы вот так подсказываем постоянно. Опаздываешь, естественно, потому что ты мальчик и тебе 15. Вот. Но примерно вот в этот дом, скажем так, в фурштадский 32, в арку была дверь металлическая. Металлическая дверь для меня — это вообще феномен неизвестный. — Что, у вас там ванны и металла нет? — Нет, конечно. — Зачем тратить на дверь? Дверь — это дерево. Ну, дерево. — Вот. И давайте будем просто ради наглядности. — Пойдемте, да. — И нас, ну я не помню конкретно, в нашей группе было, наверное, 4-5 человек. Еще пару из какой-то другой школы. Осторожный сугроб. И мы вот сюда в такую арку заходили. — Но это не она. — Да-да-да. — Скорее всего, нет, но на 100% похоже. То есть заходили вот так вот. Здесь такая дверь. — Какой-то питерский запах. Обожаю. — Ты вот так вот. — Я мало чего помню, там были две комнаты, по-моему. Одна из них мы постоянно сидели пили чай. Ну, с этими, с... — С вафлями. — С пряниками. — Вафли не было. Пряниками и эти круглые, как они называются? — Бублики. — Баранки. — Сушки. — Сушки, сушки, сушки. Вот. По-моему, мы пили чай больше, чем учили русский язык. Ну, делай вид хотя бы. Но это называли школу для нас. — Вы учили русский тогда или... — Не-е-е. — Гораздо позже это произошло, да? — Но полюбили сушки, очевидно. — Раз и навсегда. — Сушки, да. И малиновое варенье. — Почему вы здесь? — Я? — Почему вы здесь, да, в России? — Мы понимаем, что это ваш вопрос. — Мы знаем, что вы не любите этот вопрос. — Да-да-да. — Критика, Брусевский. — Ну, вы... — Я именно, именно, именно из-за этого вопроса я создал вот эту серию интервью. Нет ответа конкретного за две минуты. Это куча разных причин, разных... — Обстоятельств? — Обстоятельств, которые привели к тому, что вот... Случайно было то, что преподавали русский в моем школе. Случайно у меня не было особо склонностей к языкам, и не было особо... Идеи, что еще учить в университете, да? Ну ладно, попробую русский. Плюс пара языков, почему бы нет. Случайно я здесь работал преподавателем. Ну, не случайно был осознанный выбор. Но выбор был сидеть с другими иностранцами и разговаривать на английском. — Но вы точно не случайно здесь двадцать лет уже. Вы же могли уехать обратно. — А мог ли я? Понимаешь, я взял кучу инвестиций для меня. Большие инвестиции для твоего журнала, которые все... — Секундочку. Первые свои инвестиции для журнала мы все знаем. Мы взяли у мамы. Но, в общем-то, мама могла бы понять, если бы вы вернулись к маме. Ну, так получилось. — Да, но они-то... Этых денег хватало на годы где-то. Ну, спустя годы. Это что, попытка, что ли? Ну, спустя годы ты не сдаешься. Соответственно, начался еще инвестор. Ну, и так и продолжал. Ну, я не привык сдаваться. Продолжил, продолжил. — Но все-таки... — И когда я это закрылся, уже шесть лет здесь, мои друзья все там в карьерах уже. А что я поеду делать? — То есть у вас... — Одновременно здесь есть шанс попробовать что-то еще в переводах. — Вы знаете, что у вас в этом смысле, как у любого человека из России, который переехал в столицу, в Москву или в Петербург, и какое-то время что-то делает, у него не очень получается что-то. И есть всегда вот этот вот, не знаю, червячок, который... Типа, ну как я вернусь? Ну я же вот уехал, сейчас вот все начнут говорить, что я вернулся, ничего не получилось. У вас в этом смысле такая же была в голове идея, почему вы не можете вернуться? — Дело не в этом, а дело в том, что будешь делать. То есть... Ладно, шесть месяцев. Ладно, год. Но когда уже шесть лет, а мне почти тридцать было, мне не столько волновалось, что скажут, а чем я буду там заниматься. У меня нет какого-то опыта, который даст мне какую-то нормальную работу, и... То есть, с одной стороны, не зачем вернуться, с другой стороны, ну, я уже начал. Да, это не сработало, но я вижу уже следующий путь — это переводы. Как-то было нелогично бросать и... — Было что-то, когда вы сюда переехали, что-то, с чем вам было особенно сложно свыкнуться в России? — Язык. Это же основа... Есть у меня какие-то знакомые, которые здесь жили долго, сейчас уже почти нет, но которые языку никак не выучили. Я не знаю, как они это делали, но они как-то работали, как-то бизнес там вели через переводчиков все время, ладно? — Вам нравится русский язык? — Да. — Вам он кажется красивым? — Я не очень понимаю этот вопрос. Красивый? Да, красивый язык, да. — Нет, ну как женщина, вы не понимаете. Я понимаю, что мне очень нравится итальянский на слух, мне нравится английский, там, французский, не нравится китайский. Ну вот не нравится. Как-то вот не звучит он. — Многим не нравится. — Многим русский. Да, мне, например, нравится немецкий, кому-то считает его очень грубым языком, да. — Мне не нравится немецкий, когда на нем говорят иностранцы, когда на немецком говорят немцы, мне очень нравится. Мне кажется, он вполне себе нежный язык. — Нет, русский — очень интересный язык. Звучит в основном красиво. А звук — «ы». — «ы». — Не очень красивый. А все остальное — да. — Вы выросли, получается, в Стафолге, да? — Сафок. — Сафок, да. Не в Лондоне, ну то есть не… — Я деревенский парень. — Вот. — Я горд. — Что вы можете из деревенского делать? Коров, не знаю, там, доить? Свиням дать? Кур покормить? — Конечно. У нас корова жила. Аннабел. — Она у вас для красоты, видимо, жила? — Нет. — С таким-то именем? — Мама доила. — Доила. — То есть вы сами доили? — То есть вы умеете доить корову? — Слушай, 30 лет как-нибудь… — А? — А я думала… — Я нормальный деревенский парень. — Я тут думала, у вас специальная там Мэри какая-нибудь живет, которая доит корову. — Слушай, это сто лет назад. — Да? — Ну ладно. — Это все было, конечно. И здание «The Dairy», и «Dairy Maids» были, и все остальное. А сейчас уже мало где. — Я хотела попозже про это, но сейчас, после коровы Аннабелли, не могу не задать вопрос. Значит, та самая мама, которая доила корову Аннабелли, как-то случайно, по вашему признанию в одном из интервью, познакомилась с питерским князем. — Это где она познакомилась случайно с князем, мама, которая доила Аннабелли? — Ну, понятно, не в поле. Мы жили в Сафлоке. Рядом в Сафлоке есть городство Кембридж. — Что? — И в нем есть прекрасный городок Кембридж. Я до сих пор не знаю, что они там с сестрой делали, но они там были. И в центре Кембридж каждые выходные, даже по средам, по-моему, еще какие-то дни, есть рынок. Еда там, для туристов всякий хлам. — И мама продавала молоко. — Книжки. Нет. Они что-то там с сестрой делали. И она на полтора года старше меня, ей, соответственно, было, не знаю, пятнадцать где-то тогда, шестнадцать может. Выбирали платье. — На рынке? — На рынке. Ну, это Кембридж, это не прашка. — Не прашка, да. Это с языка знали. — И что-то обсуждали то, не то. И мимо ходит мужчина, который говорит, «О, you will get all the boys with that one». — Какой хорошо-то. В русском английском неплохо. — Это платье уловишь всех мальчиков этим платьем. И, естественно, мама, она сама была иностранкой, считай, из Новой Зеландии. И как слышала акцент сразу, давай-ка узнать кто, откуда и какими судьбами. И как только она узнала, что он был научным профессором, как только она узнала, что он из России, из Питера. — Угу. — Я месяц-два-три к тому времени начал учить язык. Он сказал... Мама сказала, «А может, кто-то к вам приехать?» — Класс. — Учить язык. А Андрей Петрович сказал, «Ну да, почему нет». — Андрей Петрович Гагарин? — Да. — Да. Был такой великолепный человек. Жил тут, неподалеку, в Толстовом доме или как это называется, на Рубенштейну. — Угу. — И вот это из-за него, что я впервые здесь оказался. — Юмор. Русский юмор и английский. Многие говорят, что мы в этом смысле очень похожи, пожалуй, более похожих культур юмористических. Более похожих найти невозможно. Вы с этим согласны? У нас одинаковый юмор. — К сожалению, большинство фильмов, которые мы переводим, мрачные, поэтому юмора в них мало. — Но вы вообще замечали, что в России шутят? — Мы, британцы, шутим над американцами, что они не понимают наши шутки. То есть американский юмор, если он для массы, он простенький. Особенно при переводе на русский он вообще потерян. А русский юмор во многом ближе к британскому. Он более развит, он более многогранный. Отличие, наверное, британского юмора было бы то, что называется «deadpan». — Объясните. — Его переводить бессмысленно, потому что даже на английском особо не… — Это моя говорю не переводите, а объясните. — Но это когда шутишь с совершенно серьезным лицом. — Ну, «покерфейс» у нас есть такое. — «Покерфейс» — истинный русский термин. — Действительно, истинный русский. — Вот. А если бы я занимался «покерфейсом», я бы не улыбался, но мне смешно. Не могу. Это в Британии разве то прямо вот шедевр. Есть такие стендаперы, которые работают исключительно на «deadpan» «покерфейс». — Ну, и в этом смысле, конечно, английский стендапер… — Но тогда надо понимать. Понимаешь, вот американцы, они не все, но во многом им надо подсказать, когда смешно. — Вы смотрите британских стендаперов? Каких-нибудь? — Да, отчасти. — У вас есть суперпопулярный Дэниел Слосс. — Не знаю такого. — Он молодой очень, молодой очень парень. — Поэтому не знаю. — Да, наверное. У него есть история, на которой он… Две главные, скажем, истории, на которые он шутит. Первое и самое, пожалуй, главное, он шутит на отношения между мужем и женой. И вообще собирает, коллекционирует, скажем так, разводы, которые случаются после его стендапов. Ну, то есть люди ему со всего мира присылают свидетельства о разводе. — Круто. — Да, и он очень гордится. — С рассказом, да? — Он этим очень гордится. И еще одна история. Он шутит по поводу своей сестры. У сестры был врожденный порог, и она умерла несколько лет назад. И он всегда на эту тему очень много шутит. И рассказывает, что это был самый жизнелюбивый и самый веселый человек на свете, который там постоянно хохотал. И он говорит, что я, когда выхожу на публику, начинать рассказывать что-то об этой сестре, люди обычно в таком ступоре, потому что, ну как же это такая же тема, об этом нельзя шутить. Но при этом к концу шоу, например, все уже смеются. То есть все проникаются вот этой историей, что над этим тоже можно пошутить. Как вы думаете, в России, возможно ли, что станет смешно шутить и на такие темы? — Я вспомнил одно отчество. Александр Ефимович Роднянский, с которым мы много работаем. написал отличный пост буквально на днях про то, что один из этих съемок или мониторинговой службы сделал опрос у россиянши, над чем можно или над чем нельзя смеяться. И там какие-то страшные цифры, 82% считают, что нельзя шутить там на то все. Реально высокое. Не 51 с половиной, а прямо. А оказывается, много наших сограждан считают, что нельзя шутить там много-много очень тем. — Наших сограждан? Наших. — Это трагично. Потому что вообще над всем можно и нужно шутить. Иначе что за жизнь-то? Зачем все серьезное все время? Есть время для шуток, и бывает неподходящее, конечно. Но такого, чтобы сказать, вот это святое, над этим нельзя, а над этим можно, это нонсенс чистый. — Ну, у нас сейчас вообще, в принципе, опасно шутить. Надо некоторыми темами, за которые можно и подприсесть немножко. — Или быть высланным из страны, пошутив про говно. — Не забудь, что если шутить, то должен быть смешно. Конечно, не всем будет смешно, но здесь это не должен быть чисто просто издевка сильного над слабого. Вот это не смешно, это смешно только дебилам. Должна быть шутка, может быть самоирония, может быть многослойная, но нет такого, что нельзя шутить над чем-то. Ну, просто, ну, нет. Если сказать, что что-то святое, ну, как он Роднянский писал в посте в Инстаграм, рекомендую читать, он и цитировал Джей Кай Честерсон, который 120 лет назад написал что-то как раз про это, что вообще если мы святые существа, то значит все святое, значит нельзя ни над чем шутить. Или может успокоимся и просто можно. Первая советская любовь моя — это запорожец. Брошенная в дворе, то есть стекла не было, сиденья там отрываны, но все равно облик видно, что это ушастый запорожец, который с хромированными ушами и другие детали. Я просто, я видел вот этот вот этот шедевр и думал, во. Я искал типа в газете «Шанс» или, ну, из бесплатных газет, искал запорожец. Это в 2001 году, когда я здесь жил студентом. Угу. Нашел, купил за 300 долларов у мужика с сыном. Она была такая грязно-белого цвета, отличная. Классиновский цвет для запорожца. Питерский белый. Вот, именно. Вот такой питерский белый. И там, на улице, где я жил, я перекрасывал там. То есть снял краску, сделал звукоизоляцию изнутри. Очень шумная была. Сами все своими руками? Ну, с помощью, конечно. Ну да, сам. Такая хобби была. И самостоятельно перегнали? И потом, да, получил эти бумажные, очень смешные бумажные номера транзитные. И переехал через Финляндию, Швецию, Данию, Германию, Голландию в Англии. Вы представляете? Вы столько попутешествовали, сколько бы путешествовал этот запорожец? Запорожец сейчас у хорошего владелца. Он ухаживает гораздо лучше, чем я. И… Какого он сейчас цвета? Такой же. То есть я перекрасил в… Грязный цвет? Я перекрасил в голубом. Такой легкой голубой. Все-таки голубой цвет. С, как я это называл, кремовой полоской посередине. А Джеремик Клаксон сел за руль моей машины, издевался. Не мог закрыть дверь. Там была такая проблема. Да я себе представляю. Что интересно, двигатель у запорожца сзади. Так что это практически Порше 911. А у вас есть вот эта вот тема, как у русских называть свою машину ласточкой? Или еще как-нибудь? Ласточкой… Нет, я эту машину называл жопик. Жопик? Жопик. Господи, я так своего кота называю. Ха-ха-ха. 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 Класс. Да, это был жопик. Вот. Потом она появилась в журнале, называется Octane. Это такой Vogue для автолюбителей. Обалдеть. Вы знаете, запорожец в журнале Vogue у Джереми Кларксона, да? Какая судьба вообще? Даже если он обругал… Не, еще круче. Еще круче. Тачки 2, видели от Пиксара? Да, да. Там есть такой злодей, Владимир Трунков. Так. И это запорожец, перекрашенный в мои цвета. То есть они загуглили советский автомобиль, и они видели мою машину, потому что это была единственная машина в мире в моей раскраске. И решили, что вот все запорожецы такого цвета, и сделай такого героя. Какой у нас топ-гость, а? Какой топ-гость? Вас что-нибудь пугает здесь, в российской действительности? – Милиция во всех странах меня пугает. – Одинаковая серия? – Да. Ты смотришь… Я стараюсь не смотреть ни на что такого, но все-таки иногда это пролезает. Ты смотришь на то, как американские полиции относятся к людям, особенно черным, но не только… У меня личный опыт. Два раза были в Англии с нашими… Три раза. Три раза с нашими милициями. – Расскажите. – Это все глупости, но каждый раз просто неприятно. Такой… Первый раз, лет двенадцать, мы живем в деревне. Рядом с нами, ну, на километр от нас, карьера. Неглубокая, ничего такого, но просто песчаная карьера. Ко мне приехали друзья на выходные из школы, и мы на великах катаемся. Ничего такого не делаем. Ну, кидаем камни в карьеру. Откуда ни возьми, в середине наших полей и так далее появляется госслужащий, милиционер. Он начинает записывать наши имена, фамилии, где мы живем. Что мы тут делаем, нельзя. Никаких заборов нет, никаких знаков. Это просто открытое. Знают ли наши родители, что мы здесь? Я такой, что с вами? Он просто… Ну, нам по двенадцать, понимаешь? Особо нас пугать, милиционер, особо стараться не надо. И так его появлением. Нет, он должен был нас обругать, записывать все, сказать, что родители узнают, что… То есть за двенадцать лет у меня такое… Подождите, я думаю, вы здесь для нашей же защиты, а не… Второе. Мы с другом ходим по Лондону. Я на мобильный телефон говорю. Видимо, уже где-то двадцать было. Машина проезжает мимо. Это мой друг, такой хулиган из хороших хулиганов. И мы еще даже ничего не выпали, но он просто громко говорит, ой, смотри, мусора. Ну, на наших. Я вообще с подругой тогда по телефону говорю, я не причастен. Машина тут же приостанавливается, у них окна были открыты. Выпрыгают три милиционера и начинают нас прессовать за то, что мы… А как они вас прессовали? В смысле, это было что-то словесное или они прямо… Прямо вот так вот. Что мы сделали в середине белого дня? Кричат, типа, как вы смеете, там, то, сё. Слушай, настолько ненормальная реакция на вообще ни на что. Это что? Это наш friendly Bobby? Нет. Это какие-то вот… Третья была небольшая авария. Дверь машины была открыта, грузовик мимо ехал. И буквально не оторвал дверь, но он… Зацепил. Зацепил немножко. А у нас через два часа самолет. То есть это арендная машина, надо добраться в аэропорт и бросить. Дверь закрывается, но не полностью. Ну, мы закрыли ремнем и едем. Остановили и опять обругают. Вы идиоты. Это так не опасно, небезопасно. Это там… Они с тобой как… Ну, не как с людьми. Ты не едешь по трассе 120 км в час. Ты в середине города. Вот это… Просто такое отношение, что… Не знаю. О боже! Представляете, они теперь до вас не работают. Железная дверь. Все как вы любите. В выходные работают. Все. Все изменилось. Все изменилось. Боже, я впервые в такой звезде. Здрасьте. 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 Самовар… Можно как бы припасть немножечко. Вот здесь была большая такая банка. Сидеть, чтобы все рядом сидели. И я научился вот… Обнаружил, что есть куча разных видов блинов. Да. Что можно их не только там, как мы едим, но и с картошкой, и с грибами. С грибами. Завернуть еще вот это вот все тоже. Это все для меня было… И что можно 10 поесть на обед и вкусно. Тест на русскость. Сколько вы знаете русских частушек? Можете ли вы что-нибудь исполнить? Провал. Провал. Просто вообще… Господи, 17 лет человек. Слушай, ты хоть какую-нибудь идиому вспомнишь на английском? Я вот нет. Так что мы тоже с тобой это… провалимся. Блин, я же помню. Я просто сейчас не помню. Да, не живет. Не живет. Знаете, мы тоже частушки не то чтобы каждый день используем. И поговорки. У меня плохие только есть. Девки в озере купались – пошла я. Русская еда вас как-то покорила? Или это скорее вот… Есть такие страны, где любая еда отличная. Ну, Франция, Испания, Италия. Да, да. А самые дешевые, самые там… не знаю что… не искусство… Да, да, да. А просто… и она… на 99% случаев она будет бомба. Да. В Англии не так. Это точно. В Англии есть отличная еда, это стала реальной темой уже 20 лет назад, но долго было как-то… Ну, это отличная еда где-то в каких-то… Надо было знать куда, надо было знать как и что заказать и так далее. А в России тоже. Здесь, если не… если случайно попадешь вот, например, сюда, то есть это не понты, это не красиво, ничего такого, но здесь реально хорошо. Да. А заведение соседнее… Слушайте, мне кажется, уже изменилось все. Может быть, такие же цены, но… Может быть, дорогущее место, но… Но их все равно не очень. То есть это… это… ну… Как и, в общем, все в России надо знать. Блины или пельмени? Если что, пельмени завернуть в блины нельзя. Такой вариант нельзя. Не, мне не нравится эта идея. Блины, наверное. Блины. Я тоже люблю. Ну, любил. Сейчас я не ем мясо, поэтому сложности есть. Умеются. Но… Любил. Да. Но когда уже двадцать седьмой пельмень, он одинаковый. А вы отсчитывали себе сколько штук? Ну, вот когда закидывали в кастрюльку перед тем, как поесть? Нет. Я, например, все время считала. Да ты что? Да, я все время считала, что у меня их должно быть… На двадцать. Ну, типа двадцать. Двадцать – это я нормально так поем, да. Если, типа, так немножечко перекусить, то там десять, пятнадцать. Ну, блины можно… В смысле, блины… Пельмень можно пожарить… Не, я вот это… С горчицей можно… Знаешь, это как вечный спорт с окрошкой на кефире, на квасе. Я пельмень никогда не любила в бульоне. Вот это вот все – окрошка, щи, борщ… Вы тоже не без бульона? Конечно. Едите? Да. Да, 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 с удовольствием. Этому надо научиться, конечно. Вот. То есть, типа, холодный суп на квас – это вообще… А теперь давайте мы обругаем, в конце концов, фишн чипси, вот эту вашу муританскую… Да, ужасную еду. Хваленую еду. Ну, это тоже… Надо понимать. Ты где есть? Ты представь себе, первый раз я пробовал какую-то окрошку на квасе. Во-первых, квас – что это описывает? Описывай мне. Это пиво, но безалкогольное. Сделан из старого хлеба, который хотели выбросить, но придумали. Что это? Вы хотите, чтобы я это пил на удовольствие? Вы что… А потом вы из этого делаете суп, который холодный, который… Ну, это просто… Хорошо, хорошо. Ну, привыкаешь и начинаешь найти в этом прелесть. Сам… Я забыла… Фишн чипси такой же. Надо правильное количество уксуса туда наливать. Наверняка вы его не наливали, потому что… Нет, не наливали. …вы это не понимаете. Да. Уксус солит как надо кетчуп, и если хорошо сделанный, то это прелесть. Сталкивались ли вы здесь с полицей? Да. Вы здесь по какому-то… Что, курили травку на улице? Нет. Нет. Ой, есть время? У меня, да. У нас, да. Смотрите, как у вас. У нас, да. Смотрите, как у вас. Я работал, отработал свои три месяца в школе английского языка, который мне обучал, как преподавать. Они берут там очень небольшую сумму, чтобы обучать тебя, но дальше ты… Возвращающим как бы. У них в рабство. Да. Три месяца ты работаешь. Я в какой-то момент посчитал, время дорогу, время подготовки уроков. Я заработал доллар двадцать центов в час. Это был ужас. Я отработал свое. Все эти три месяца они копили деньги, мне ничего не дали. В конце этих трех месяцев дали стопку денег. Сотнями, в основном. У меня нет банковского счета, по-моему. Или… Ну, в общем, не было такого, что переведи на карту все остальное. Дали кучу налика. И я с одним из других преподавателей, он сказал, пошли отметить, выпьем. И мы пошли в какой-то бар, выпили как следует. Далеко не все потратили, потому что все-таки это три месяца зарплата хоть небольшая, но все-таки. Ну, треть потратили. Немножко потратили, хорошо веселились и пошли по домам. Снег, туалетов общественных нет нигде, пива много было. Я вижу сугроб в тихом дворе. Я решил, что нужно. Хороший сугроб, надо брать. Надо брать. Вот. Пока работаю сугробом, останавливается буханка у вас. И выходят из него двое товарищей, которые заявляют меня, что, во-первых, это не очень культурно, и я согласен, конечно, но извините. Мы все делаем ошибки. Но, во-вторых, и самое главное преступление, что вот здание рядом вообще-то, Ленин на это здание смотрел однажды, когда мимо проезжал. А вы тут, значит, над сугробом работаете. Что за здание это было? Очередное какое-то здание с каким-то там… Мало ли на какие здания там Ленин смотрел. Да. И это значит, все, с нами идете, молодой человек. Секунду, это какой год примерно? Двадцать? Двадцать тысяча первый. Ага. Для кого-то еще важен Ленин? Оказывается. Сажали меня в буханке, отвезли куда-то, на каком-то участке. По пути туда, конечно, прошлись по моим вещам. А там? У меня был с собой мини-дискплеер. Это как компакт-дискплеер, только круче. Угу. Такой маленький. Пытались его у меня украсть, я не дал. Это что, русская полиция пыталась украсть у вас что-то? Обнаружили, конечно, здесь у меня стопка денег. Угу. Наркоман. За два дня до этого, поскольку я закончил свои три месяца чего-то там, мне надо было регистрироваться, сдать кровь на всякие анализы, потому что я еще продолжаю свою визу. Угу. И сдать паспорт, чтобы визу сделали на год, а не на три месяца. Ну, что ты думаешь? У меня нет паспорта с собой. Угу. У меня здесь красное пятно, потому что я сдал кровь. Много денег. И куча денег мелкими купюрами. Я еще бухой. Ну, им кажется, что я под влиянием чего-то, а я просто под пивом. И начинается. Всякие, ну, я с трудом, конечно, помню, но всякие неприятные разговоры о том, что я какой-то… Нежелательный элемент. Ненормальный, да. Что я то… Всего тридцать десятый. Эм… Деньги забрали две трети, по-моему, если не больше. Опять же, русская полиция. То есть забрали деньги и не отпустили при этом… Я там… Я… Обычно это просто заканчивается тем, что вы отдаете деньги… Я в обезьяннике сидел до утра. Там рядом была сумасшедшая Марина. Она у них каждую неделю ночевала. Пела. Это вы как узнали? Не знаю. Каждую неделю… А, они рассказывали. Они же абсолютно общаются. В какой-то момент я немножко отрезил и начал сказать, что… Вспоменять хоть какие-то слова на русском, что типа я… У меня есть право на звонок. Мне нужен переводчик. Я позвонил в посолство, там, то, сё… Мне дали переводчик по телефону. Серьёзно? И в какой-то момент они поняли, что… Слишком много проблем будут. Спросили, где я живу. Отвезли меня на Почтанской улице. Нелебезно доставили до дома. Какие добрые… Ну, а вот эти деньги, которые забрали… Я себе объяснил, что это просто очень дорогой таксис. Да, да. Не вернули, да, потом? Не вернули. Вы сами признавались, что первый раз вообще оказались в квартире? Первый раз жили в квартире, когда оказались в Питере? Ну, это была ещё квартира на Парке Победы. Не старый фон здесь, а чего-то из там 70-х, наверное. Ага, ага. Какие впечатления были? Своеобразные. Вообще, впечатления про то, что у вас соседи теперь есть. Очень тактично. Своеобразные впечатления. Своеобразные. Маленький туалет. Честно, немножко ужаса. Ужаса прямо? Немножко ужаса. Запахи непривычные. А запах? Кошачий. Кошачий запах. То есть, это подъезд в первую очередь. Ты заходишь в подъезд и там… В чём подъезд? Несвежие… Парадные. Парадные. Там-то подъезд, по-моему. Ага. Ладно. Ну, здесь-то парадные, понятно. Да. А там просто обычные. А там тусовались подростки какие-нибудь тоже в подъезде, которые… Нет, нет. Не помню такого. Всякими непотребствами занимаются часто по подъезду. Это было немножко до этого. Вот это я видел, но чуть позже, где-то с 76-го, 7-го. А вы сами тусовались потом по подъездам? Что мне там делать? Оля, ну… Я понимаю, что британец, но человек пытался ассимилироваться, поэтому он должен пройти все. Жил в доме 16-го века, понимаешь, потом… Ну как, тут в графстве Стафолк… Слушайте, не пила в подъезде, извините, или не пил в подъезде? Не знаешь жизни вообще? Ну… Пить в подъезде очень сомнительное удовольствие. Гораздо лучше у кого-то на кухне, хоть и двух квадратных метров. Безусловно. Это когда есть кухня. Мы обнаруживали, что продаются джин-тоники в банках. Да, зеленые. Примерно за 20 наших пенсов тогда. Ну хоть что-то вы попробовали джин-тоники? Конечно. Боже, боже. Гринлс, Синебрюхов. Да, да, да. Синебрюхов. Не помню, какое еще. Все, Уильям прошел инициацию. Это под финский мир был. Совершенно точно. Нет, мы просто обнаружили, что можно было купить и ходить по улицам. Ну прохладно же, выпивать-то на улице. Ну, после третьего уже нормально. Уже нормально, да. Ну, в общем, вы познали русскую жизнь в 90-х. Да. В полной мере. Да. Скучаете по этим временам? Это было достаточно. Уильям, у нас есть рубрика. Ну, конечно, в вашем случае это будет сложно. Мы спрашиваем, какие три фразы нужно знать на языке той страны, где вы живете. Три главные фразы, чтобы выжить. Вы, как переводчик, можете выбрать какие-нибудь три русских фразы, которые вот прям, ну, обязательно надо знать. Да, иностранцы. Пригодились бы для жизни в России. Кто последний? Какие? Кто последний? Кто последний. Угу. И это конкретно. Как времени? Место. И знаешь, что ожидать. Так. А здесь приезжай во сколько, не знаю, как хочешь. То есть ты не знаешь, на что идешь, во сколько. Не знаешь, поесть ли тебе перед выходом или не стоит. Вот. А дадут ли там одно блюдо или трое сразу и так далее. А вы прям что, количество блюд проговариваете там у себя? Ну, понятно. Если будет Дина, то два или три. Не, ну, у нас сейчас просто... Никакой спонтанности. Вообще, да. Скучно жить. Приедешь, решим, закажем. Я понимаю, почему вы в России. Да. Закажем что-нибудь там, решим на месте. А как же без десяти, одиннадцать побежать в магазин за добавкой без двух минут? Какая добавка в Британии-то? Во сколько у вас там магазины закрываются? В шесть? Я не знаю, я там не живу. Нет, там есть прекрасная традиция, о которой все молчат. Называется lock-in. Традиционно паб закрывается в одиннадцать, но если ты свой, то бывает и lock-in, где они закрывают окна, выключают в основном свет, закрывают дверь и мы закрыты. О, это же локдаун московский. Да, у нас это практиковалось во время пандемии. Со всеми заведениями. Вот как это называется. Теперь мы будем как модно говорить. Lock-in. Как вы прошли, кстати, все эти этапы пандемии в России? Ну, странно было, но писанным переводчикам дано сидеть дома в трусках и работать, так что… Ну, у вас была возможность ездить в Англию в это время? Нет, мы только что поехали в сентябре, наконец. Нет, можно, теоретически можно было раньше поехать, но настолько непонятно, какие требования, какие скорости изменения… Вернетесь ли вы обратно, да? Да. Завершающее. Двухлетняя ваша дочь, которая родилась, очевидно, в России, насколько я понимаю… Катерина Уильямовна. Катерина Уильямовна, да. Ваша заветная мечта, чтобы ее подростковая именно жизнь проходила в России, в Британии или в Новой Зеландии? Раньше у меня мечта была, чтобы ее подростковое время было в Новой Зеландии. А теперь? А теперь я понимаю, что это не важно, где это происходит, важно как. Важно, чтобы мы ей дали столько возможностей, сколько можем, но одновременно не баловали, не заставили ей делать то, о чем мы мечтали, но никогда не делали, ну и так далее. И в этом смысле важнее семья или среда, в которой она растет? Ну, над семьей, конечно, есть больше контроля, чем над средой, но среда – это не самое главное. Самое главное – это что здесь. И человек тогда воспринимает, что происходит, адекватно или нет. Уильям, спасибо. Спасибо огромное. Да, это был очень крутой день, правда. И тот Петербург, который вы нам показали, даже сама отсюда виднее, наверное. Мне классно это было увидеть глазами англичанина, это очень здорово, очень круто, очень интересно. Спасибо, что потратили столько времени. Спасибо, что вы к нам приехали, присоединились с нашим известным кирпичным стенам. Спасибо. И то, что у вас… мы знали, что не очень много времени, а вы провели гораздо больше. Ну… За это отдельное… Раз приехали, раз начали, надо… Раз пошла такая… Ну что, пойдемте пить. Да, а это был, собственно, подкаст «Кто куда». Оля Данилевич. Даша Кнора. Всем пока. Пока. Пока.